Я 8 месяцев нахожусь в отношениях к человеку, который живет в другом городе, и за это время мы виделись с ним буквально раза в 4. Ну, переезжайте к нему в город. Каждый день звонит, он пишет постоянно. Ну, а что вам не переехать? А он меня не приглашает, чтобы постоянно приехать с ним в жизнь. Ну, значит, отношения только развиваются, да? Отношения развиваются. Просто почему меня это, ну, так скажем, беспокоит? Потому что несколько лет назад в моей жизни был, ну, может, не похожий случай? Не, не похожий, не, не похожий. Это лучше, да. Я просто думаю, что это, может, какой-то урок мне, который я никак не знаю. Нельзя сомневаться ни в чем. Нужна молитва, нужно понять человека, почувствовать. Он хороший. Он тоже был очень сильно поранен отношениями. У него был очень сильный кризис. Он боится сейчас тоже пораниться. Он такая же ситуация, как у вас. Вы оба хорошие, надо общаться, не надо ни в чем сомневаться. Учитесь быть сильным. Спасибо. А, извините за вопрос, может быть, он глупо звучит, но вообще какая-то перспектива есть. Я уже поняла, что я теряю просто время. Нет, все есть. Но у вас всегда так очень медленно все развивается, уже третий раз. Первый раз был совсем гнилой, второй получше, третий совсем будет хороший. То есть в этом есть смысл в этих отношениях? Да. Мне этот человек тоже очень нравится. Моя хорошая, вы должны с сердцем своим учиться чувствовать. Сама помолилась, с Богом пообщалась пару часов и почувствовала все в своей жизни. А если Полик Геннадьевич вас не спросил, что тогда? Вот все бы разрушила в своей жизни, все бы своими сомнениями. Вот я пытаюсь не разрушить. Я пытаюсь поверить еще раз, еще раз, еще раз. Все, отлично. Из депрессии выходить. Вам, чтобы выйти из депрессии, надо по утрам бегать или ходить? А я хожу. Ну, переходите на бег, значит. Идите дольше или бегать. Вам надо и тело растормаживать. Оно у вас застыло в депрессии. У вас длительная депрессия была, и тело застыло. Но надо сейчас растормаживать, иначе будут копиться неприятностей в виде здоровья. Пока мало ходить, надо больше в два раза. Больше в два раза. Может быть, реже в два раза, но больше. Так распределяйте время свое.